Сентябрь – традиционное начало нового сезона, не только в школе, но и во многих других сферах деятельности. 5 сентября заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев повел неформальную встречу с журналистами, хотя, как сам же и заявил, совсем неофициально, наверное, не получится, тем более, что запись вести не возбранялась. Ответ на совершенно любые вопросы – жанр, в котором сегодня умеют выступать далеко не все ньюсмейкеры. Один из наиболее интригующих вопросов, разумеется, слухи о грядущем переводе в Москву. Такого не планируется. Я сразу хочу сказать, что никуда меня не переводят, никуда я не уезжаю. И хотел бы, чтобы раз и навсегда поставить этому точку. Не надо, коллеги, писать то, что совершенно не соответствует действительности полностью. Все мы, как граждане, ходим под боком, и каждый из нас ходит под своим начальником. Вот как руководитель скажет, так оно и будет. На сегодняшний день никаких попыток, никаких слухов нет. Не определено места дислокации Уральского федерального округа. Все. Жанр слухов сегодня очень популярен. Только регулярных еженедельных колонок свердловских интернет-СМИ выходит полдесятка. Поэтому были и другие вопросы. Что стоит за слухами о трехэтажном коттедже замгенпрокурора? Ничего. Хотел взять рейд в банки на обычный, но пока повременил. Довольствуется служебной квартирой. Как относится к тому, что его подчиненный был замечен в казино в Монреале? Никак. У этого человека нет даже загранпаспорта, о чем прокуратуре доподлинно известно. Что за одноклассник, которому прокурор помогает решать вопросы с уголовным делом? Не помогает. И это кто угодно, только не одноклассник. Написано, что я лоббирую интересы какого-то уголовного дела, что с этим гражданином меня же связывает школьная дружба. Это был обманутый дольщик. Да. Это кто писал? Филинг Красный. Филинг Красный. Филинг Красный. Филинг Красный. Филинг Красный. Ну, давайте скажем так. Если этот человек учился в Саратове когда-то, то, наверное, я с ним мог в школьные годы познакомиться. Насколько я потом проверил, этот человек жил и работал в Челябинской области, и родился здесь. Могли какие-то соприкосновения у нас в школьные годы быть вместе? Если вдруг какой-то рождается слух или так подобное, вы позвоните лично мне, спросите, Южа, значит, правда, скажу нет или да. Не против ли он газетных слухов как таковых? Нет, конечно, не против. Но к возвращению в Уголовный кодекс статьи о клевете относится хорошо. Я только обоими руками за то, что ввели законодательство ответственно за клевету. И, ну, это совершенно правильно. Все мы должны, так сказать, отвечать за свои действия и за свои слова и свои поступки. Скажите, а вы будете по статье клевета реагировать на эту атаку? Ну, наверное, да. Наверное, да, да? Скорее всего, да. Я уже был один, насколько, по Костроме я выступал в качестве потерпевшего. По клевете его осудили. Но осудили в условной мере наказание, потому что там тоже уже терпения больше не было. Может быть, прокуратура просто не любит критики? Повторяю, мы за критику. Критикуйте, естественно. Если она конструктивная, если она в рамках, скажем так, приличия. Можно. Ну? Елизавета, я просто разговариваю руками и сказал. Можно. Да нет, критикуйте. С чем сопряжена информационная атака на вас? За стороны, ну, перечень, там, СМИ, собственно, которые периодически, собственно, ставят Пономарева, да, в ряд с очень известными фамилиями, которые все больше массе-то известны как в негативной точке зрения. Вы понимаете, что я вопрос? Я могу ответить таким. Мне бы хотелось, чтобы все граждане, живущие здесь, по крайней мере, элементарно соблюдали нормы закона, которые есть в сроссийском государстве. Не нужно делить, что вот мы должны соблюдать, а вот есть категория граждан, которые, так сказать, ну, имеют либо щит, либо броня. Ну, назовите, как ее хотите, так сказать, непонятно почему, это мы не соблюдаем. Вот и все. Мы потребовали только одного. Уважаемые граждане, давайте все, находясь на, ходя по земле, все-таки жить в правовом поле. В правовом поле. Многим это не понравилось. Да хорошо. Почему вы, как, например, представитель Солового, да, Соловая структура, не можете понудить людей жить в правовом поле? Ведь у вас есть и коллеги, и вы же не только надзор. Вот сейчас мы понуждаем. Понуждаем. Мы сейчас очень сильно понуждаем. Каковы на самом деле отношения с коллегами по силовому блоку, которых прокуратура по своему положению обязана контролировать? Рабочие. В целом могу сказать, что взаимоотношения среди и руководителей правоохранительной системы достаточно нормальные, скажем так, деловые. Но это не говорит о том, что не происходит каких-то дискуссий, недопониманий, рабочих трений. Они есть, конечно. И со следственным управлением, и с органами полиции. У нас достаточно были очень жесткие иногда, скажем так, диалоги с начальником ГУВД Свердловской области Бородина. Жесточайшие. Кстати, с Никитином до этого были жесточайшие диалоги. Иногда переходящие, допустим, на нормальный русский язык, в кавычках скажем. Но такое тоже было. Дорога приглашения. Нет. Впрочем, иногда прокурорам приходится действовать инкогнито. Недавно такое случилось на Южном Урале. Что касается по Магнитогорску, там масса проблем. Это и борьба с незаконным игровым бизнесом. Мы даже пришли к такому выводу, сделали сами секретную миссию. Миссия «Неуполнима. Один был. Когда работники центрального подразделения, здесь работающие совместно с полицией Уральского федерального главка, выехали и занимались этой тематикой. Так сказать, показав, что ребята на местах, вы должны заниматься. Конечно, я понимаю, было несколько очень сильно обижен начальнику ОВД Челябинской области. Но обиды обиды, работа должна идти везде на территории области. Кстати, опыт скрытной проверки в самой прокуратуре округа оценен как удачный. Скоро в той же Челябинской области пройдет еще одна. Будет проверяться работа полиции. Деталей пока не разглашают. Кстати, это еще одна готовая тема для слухмейкеров.